В начальной школе вели уроки православной культуры, и это хорошо. Дети стали спокойнее и послушнее. Ух ты! Без давления сверху сами читают молитвы перед учением. И после вкушения пищи даже стали носить с собой в школу детские молитвословые. Видимо, нам очень повезло с преподавателем. И уже в конце учебного года оба заявляют, что хотят стать батюшками. Причем один – просто священником, а второй – непременно монахом. Как реагировать и что им сказать по этому поводу? Детям по 10 лет. Да никак, нормально, ничего особенного не нужно говорить. Я в свое время когда-то хотел стать космонавтом. Жутко-жутко хотел. Мне так хотелось в космонавты. В космос я не полетел, но все время там летаю, на Землю не спускаясь вообще. Я где-то на орбите, умом, в смысле сердцем, в небесах парю. Так и стал космонавтом, только в космос ни разу не летал при этом, при всем. Так забавно немножко получается. Так и здесь. Вот они хотят, но это же детское желание. Может быть, они передумают, может быть, станут, выберут себе другую совершенно профессию, род, деятельность. Но к церкви будут относиться очень по-доброму, по-теплому, может быть, это нормально. Мне кажется, не нужно здесь вам ни да, ни нет, просто примите, как есть, мало ли кем дети хотят быть. Но меня знаете, что здесь больше всего заинтересовало? Что это за уроки основы православной культуры, на которых и молитвы читают, и перед вкушением пищи, и после вкушения пищи, и молитва слова? Вот это как-то мне, знаете, немножко странновато, прямо откровенно говоря, потому что православная культура – это православная культура, это не закон Божий. Там вот этого не должно бы быть. Разница, знаете, в чем? Учитель, который преподает закон Божий, он, например, детям скажет так. Дети, мы должны с вами перед тем, как покушать, прочитать молитву и попросить Бога благословения, чтобы Господь благословил нашу трапезу. А после мы должны помолиться и поблагодарить Господа за то, что Он нам ниспослал пищу земную, и попросить, чтобы Он нас не лишил и небесных своих благ. То есть, вот эта речь, примерно, схематично, учителя закона Божьего. А учитель основ православной культуры скажет так. Дети, в православной культуре принято перед принятием пищи, перед тем, как сесть за стол, прочитать молитву. И православные христиане в этой молитве просят, чтобы Господь благословил им еду, их блюдо. А после принятия пищи, после обеда они благодарят Господа за неиспосланную пищу и просят, чтобы Господь не лишил их и небесного своего Царства. Вы понимаете, это разные совершенно вещи. В первом случае, она говорит, мы должны, и мы, мы. Во втором случае, она говорит, они. В православной культуре принято то-то, то-то, то-то. Поступать так-то, так-то, так-то. Сам учитель занимает нейтральную позицию. Вот так должно быть. Как там у Вас происходит, я не знаю, но немножко меня напрягло чуть-чуть внутренне. Почему я это знаю? Потому что я сам занимаюсь плотно этими вещами. Я много раз посещал уроки основы православной культуры в разных классах. И в четвертом, и в первом, и в третьем, и в седьмом, и в восьмом, и в десятом, и в одиннадцатом. Во всех параллелях разные совершенно уроки на разные темы. Посещал, смотрел, видел, как учителя ведут, что преподают, как преподают. Сам им в этом помогал, и составлять уроки помогал, и проводить уроки помогал. То есть, я полностью погружен хорошо в эту тему. Поэтому я хорошо знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok